всем привет друзья вы находитесь на канале аквариумисты россии и я олег филиппов сегодня я хотел бы так коротко объяснить если забегаем назад у нас был такой небольшой спор на канале не помню на чьем канале либо когда я снимал очередной ролик показывал про нерестовую воду либо на каком-то чьем-то другом канале у нас спор произошел по поводу нерестовой воды для дискуссов я же утверждаю что никакая сильно там нерестовая вода она там я не знаю не ценно как-то или как и специально там готовить не нужно вода должна быть просто живая хорошо отстойная ну естественно в параметрах близких жизни дискуса и для того чтобы получилось правильно и правильный нерест нужно здоровая пара хорошо выкормленная правильно содержащаяся выращенная и тогда уже у самца правильно срабатывает оплодотворение самки и крометания и все получается просто и там уже вообще проблем никаких нет с этой парой она в любой воде мечет и головной боли никаких нет мне возразили очень многие специалисты из украины и с россии в общем больше конечно с украины которые все секретничают бронерестовую воду якобы она там такая ценная золотая что-то не знают такое аквариум три раза плюнут только после этого у них там малек получается там может быть одна икринка побелеет и все а так все круто поэтому я спорить сильно не стал я дождался все-таки когда у меня возрослеет рыба и начнет работать и сегодня я вам покажу очередную свою рыбу как бы в серию вкладывая в предыдущие показы но единственное что я там я сам не выступал а здесь я хотел бы вам рассказать просто о чем будет видео и чтобы вы как бы я спорить больше не буду я вам прям вам просто показываю и все чтобы вы поняли прав был я не прав я был или все-таки нужно золотой слюной плюнуть нерестовик чтобы нерестовая вода была правильная других таких слюней нет или там я не знаю что там за добавки такие нужны быть чтобы прям идеально все получалось и ну видимо таких людей мало на свете которые вот так вот умеют разводить боги наверно будем преклоняться ну смотрим сейчас я вам показываю своих выращенных с икры сапиров смотрим на формы да там уже борьба за горшок идет включаем свет чтобы лучше было видно рыбе полтора года еще не металла вот только что то там начинается у них какие-то разборки какие-то разборки оцените формы сейчас поближе покажу рыба не заметно для меня выросла как-то на нее внимание мало обращал все как-то возился вот тут сейчас определил обратил внимание рыба-то шикарная получилось рыба-то шикарная и 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 это рыба-то шикарная где-то так смотрим что у нас соседнем в соседнем у нас старшие сестры и братья обратите внимание какой красавчик ну там уже определившая пара уже пару раз металла опять собрались вот так она уже пожалуйста смотрите исполняет просится в нире старик сегодня отмечу завтра опять война будет здесь и самочки воюют а вот и папаша мамаша уехала в казахстан выпросили держу папашу может быть с тачурой скрещу сколько ему 4 года хорошая тачура шикарный свет шикарные формы с этой рыбой мы переходим на другую выключаем свет хотя это дачура он с тем пацаном во всю дружит вот у нас вторая пара и остается папа с двумя дочками ну что ж есть над чем поработать ну что прошло двое суток после того как сапфиры у меня отметали видите спекра все еще на месте посмотрим качество воды что у нас кислотность 7,71 температура 28,8 так что у нас с ппм с ппм с ппм у нас с ппм вот 290 ппм ну жесткость очень хорошая для общего аквариума но не для нерестовика так что же у нас с икрой а с икрой мы видим закрыл а с икрой мы видим почти и теперь у меня проблема как же мне теперь это все оттуда достать и пересадить не потеряв ничего вот вам и доказательство моих предыдущих слов я говорил что главное в разведении дискуссов это не вода не нерестовая вода а сами дискуссы насколько они здоровы и насколько они готовы оплодотворять поэтому вот и смотрите 290 ппм это практически где-то 18 градусов жесткости воды ну а кислотность вообще зашкаливает около восьмерки а выход сами видите ни одной побелевшей икринки буду думать как мне это все дело добро оттуда доставать и пересаживать так ну это мы снимаем уже третий день вы хотите рыба нам показывать что у нее там получилось давайте показывать своих вот мы видим в общем аквариуме без всякой подготовленной воды воде 50 процентов выхода мы будем мешать заботиться будем думать как переносить из общего аквариума отдельную емкость ну друзья смотрите я перекинул эту пару которая металла вместе с горшком и с личинкой в другое место сейчас я вам покажу что происходит вот отдельный аквариум на 250 литров раньше я не пересаживал этого такого не делал никогда в жизни первый раз у меня получилось так что я пересаживаю и посмотрим что происходит у нас так где у нас личиночка здесь аквариум немножко мутноватое стекло ну мы видим да там черные сидят да посадили они личиночку вот он подбирает личинку посмотрим куда она волокет да волокет садит на горшок ну в общем тут делать такую пару то можно было перекинуть и вода вроде в общем аквариуме и в этом она одинаковая протока бежит ну не знаю что получится то получится факт тот что я хотел вам показать что икрометание может происходить в общем аквариуме и оплодотворение также в обычной воде мифы с нерестовой водой я попытался разрушить не знаю как это удалось судить вам вот видите дычинка лежит возле горшка ну пускай ладно занимается не буду я им мешать кстати надо выключить протоку сюда забыл я совсем про это дело ну вода здесь жесткая такая же как в общем аквариуме друзья жмите на кнопочку и не забывайте про колокольчик колокольчик нужен для того чтобы вам вовремя приходили оповещения о моих новых выпусках в общем аквариуме